Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «7 минут» телекомпании «Город». И сегодня у нас в студии директор туристического агентства «Остров Сокровищ» Роман Яковлев. Здравствуйте! Здравствуйте! Роман, сезон отпусков уже начинается, и мы опять задаемся вечным вопросом. Куда же нам поехать? Скажите, пожалуйста, какие туры в этом сезоне будут пользоваться наибольшей популярностью? Ну, как всегда, излюблены массовые направления, такие как Турция, Болгария, Испания и Греция стали в последнее время очень популярными. Ну, я бы обратил еще внимание наших туристов на то, что помимо этих стран существует еще очень много других направлений, куда можно, так сказать, слетать. Очень хорошая погода в Карибском бассейне – это Куба, Доминикана, Мексика. Есть, так сказать, возможность в начале лета отдыхать еще где-то на Мальдивах, на Сейшелах. Тоже очень хороший вариант. Расскажите, пожалуйста, о скидках и горящих путевках, которые так любят наши русские туристы. Ну, скажем так, их очень много в разных фирмах, проходит каких-то акций и так далее. Но лучше, конечно, следить где-то там на сайтах за всем этим. Ну, можно сказать, есть такие глобальные вещи, например, понятие, как раннее бронирование становится, так сказать, более известно среди туристов. И те, кто часто ездят, они этим пользуются уже как опытные туристы, потому что многие отели снижают цены до сезона достаточно сильно. И можно, допустим, в марте купить отель на август, если вы точно планируете свой отпуск в августе, с очень хорошей скидкой. Вот это, наверное, один из самых главных таких вариантов сэкономить на отдыхе, да, хотя экономить на отдыхе не надо. Потом есть еще момент, вот эти вот так называемые горящие путевки, которые все очень любят. Но, скажем так, надеяться на них в разгар сезона, в пиковые даты не стоит. Это начало сезона можно поймать, прямо вот через 2-3 дня улететь недорого в хороший отель. Или в конце сезона, когда уже схлынет поток туристов, и отели опять начнут демпинговать. Когда у отелей все хорошо, большой спрос, и вы здесь, так сказать, не можете найти какой-то хороший отель с посниженной ценой. Поэтому в пиковые даты, в разгар летних отпусков, в разгар сезона лучше пользоваться или системой раннего бронирования, вот, или, скажем так, уже выбирать из того, что осталось, скажем так. Но чем раньше вы обратитесь, тем больше у вас выбор и рейсов, и отелей. Как минимум отели, которые подходят именно... Да, хорошие популярные отели, многие сталкивались с тем, что отказывают, мест нет, да, то есть, потому что вы немножко опоздали, да, то есть, вы, наверное, надеялись, что купите подешевле, в этот отель путевку, придя там за недельку, дня за три, да. И выяснилось, что за месяц до вашего заезда уже нет было места в отеле, потому что страна у нас большая, все знают, хорошие отели покупаются заранее. На какую минимальную сумму может рассчитывать клиент, придя в ваше туристическое агентство? Ну, смотря в какую страну он собирается поехать, да, или в Россию остаться, вот, скажу так, в целом, если брать в Россию отдыхать достаточно дорого, лучше выбрать какую-то заграничную поездку будет, в итоге будет экономней. Ну, скажем так, имея тысяч 20-25, уже можно что-то выбирать, там, Болгарию, Грецию, Турцию, Испанию и так далее. А потом можно поднакопить денежек и поехать уже в Сочи, когда захочется. Ну да, до Сочи добраться уже тысяч 20, туда-обратно слетать. А вот еще такой вопрос, есть ли у вас какие-нибудь оздоровительные туры, вот, для людей, которым нужно лечение, например? Да, есть и в России у нас, в Кавказской минеральной воды санатории, еще постсоветского, так сказать, производства санаторий, и которые уже современные, построенные там недавно. Есть масса санаторий в Крыму, если говорить, скажем так, об этом регионе. А так люди ездят отдыхать в Карловый Вар и в Чехию, там, подлечиться немножко, в Баден-Баден в Германии. Ну, то есть, достаточно большое количество вариантов для того, чтобы где-то что-то подлечить. Куда поехать, например, в семье с детьми? Ведь для детей важно, чтобы и пляж песчаный был, и чтобы какие-то развлечения были на территории отеля. Вот что-то такое есть специфическое? Да, ну, скажем так, лидером, наверное, по занятию с детьми является Турция. То есть, там прям вот не отели, а прям пионер-лагеря конкретно. Вот, то есть, там можно спокойным быть за то, что вашего ребенка там будут развлекать с утра до вечера и так далее. Есть в Болгарии некоторые отели, да, есть в Греции некоторые отели, там, есть, там, ну, в других странах, но их уже меньше. То есть, в целом, в Турции в любом пятизвездочном отеле будет максимально для ребенка все сделано. Там мини-клуб, горочки, бассейны и так далее. А как сделать так, чтобы молодежь, приехав в отпуск, как раз не попала в такой отель? Надо слушать специалиста, да, то есть, когда приходите покупать путевку, желательно, чтобы не терять ни время, ни, так сказать, не попасть мимо того отеля, в который вам надо, нужно четко сказать, что вы хотите. Тихий, спокойный отель, молодежный, тусовочный, развлекательный какой-то момент, да. Кто-то там постарше хочет какой-то такой вариант, где там, так сказать, будут развлечения для людей постарше, не такие активные и так далее. То есть, специалисты, которые сидят в агентствах, они знают, в принципе, где молодежь, где старички, скажем так, где дети, да. То есть, есть отели такие смешанные, большие там какие-то отели, где всем будет хорошо, да. То есть, есть отели с конкретной тематикой. Вот, поэтому слушайте, так сказать, специалистов, они подскажут. Но им же в любом случае нужно продать путевку. Ну, не то, чтобы прямо в любом случае, да. То есть, как бы, есть такие моменты, когда вы говорите, у меня вот такой бюджет, но я хочу вот это. И, как бы, специалист понимает, что то, что вы хотите, никак в этот бюджет не вкладывается. Ну, вот в нашей фирме мы стараемся так честно и объяснять, да. То есть, сказать, то, что вы хотите, стоит вот так, а то, что у вас вот бюджет, его хватает максимум вот на это. Вот, и все. То есть, как бы, может быть, где-то кто-то слукавит, да, и пошлет молодежь в какой-то отель для пенсионеров, да, лишь бы там, так сказать, удовлетворить, что вот за эти деньги мы вас отправили. Ну, как бы, в следующий раз человек не пойдет в это агентство, потому что, ну, понимает, что он может ошибиться. Поэтому мы стараемся лучше там отказать, сказать, да, вот с этими деньгами, вот туда, куда вы хотите, сейчас никак не получается, извините. Вот сотрудники вашего агентства, они лично ездят в эти отели, смотрят, какие они что-то продают? Да, да, да. То есть, у нас постоянно перед каждым сезоном, то есть, открывается сезон там в Турции, открывается сезон там в Болгарии, у нас едут наши сотрудники, смотрят отельную базу, потому что отели какие-то закрываются, какие-то открываются. Собственно, допустим, новый отель открылся, никто не знает, можно туда людей посылать или нельзя, да, соответственно, едет в командировку наш сотрудник, смотрит, изучает, встречается с руководством отеля, смотрит, какие там услуги, какая направленность отеля, где он расположен, что и как. И дальше он приезжает, нам все это рассказывает, и все мы знаем, что вот такой отель там можно продавать, такой нет. Ну, плюс мы мониторим, так сказать, отзывы наших клиентов, именно наших, да, не то, что в интернете написано, потому что в интернете идут там пиар-войны, и мы знаем очень хорошие отели, про которые очень плохие отзывы в интернете, и есть очень хорошие, наоборот, да, то есть очень плохие отели, про которые очень хороший отзыв. Соответственно, мы не доверяем всему этому, мы смотрим все сами. А если бы вот я пришла к вам, ну, не то, что у меня неограниченный бюджет, например, денег было бы, было бы достаточное количество, но я не знаю, где отдохнуть, вот что бы вы мне посоветовали? Ну, здесь ваше предпочтение, то есть вы просто приходите и говорите, я хотела бы посмотреть, допустим, какую-то страну интересную, красивую, там, и все, или мне нужен пляжный отдых, тихий, спокойный, или мне нужно, чтобы вот рядом был там какой-нибудь шоппинг и пляж, да, там еще что-то. Идеально. Ну, да. Вот, и, соответственно, уже специалист там прикидывает, да, то есть как бы вот сюда можно, вот туда, здесь вот такие особенности, здесь вот такие, и вы уже как бы ориентируетесь и говорите, все, вот это меня устраивает, и едете. Надеюсь, все советы и рекомендации, которые вы сегодня услышали в нашей программе, помогут отдохнуть с пользой и удовольствием. Это были 7 минут. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok